Добрый день, уважаемые коллеги! Я представляю доклад, подготовленный совместно с научными руководителями Федерального проекта разработка техники, технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерно-топливным циклом Евгением Олеговичем Адамовым, Владимиром Григорьевичем Осмоловым и совместно с администратором этого проекта Натальей Александровной Ильиной. Прошлый год был успешным для госкорпорации, это рекордная выработка, побит рекорд СССР. Эта доля в атомной генерации в энергобалансе России больше 20%, и это первое место по портфелю сооружения энергоблоков за рубежом. Но главное даже не в этом. Главное, мы получили решение руководства страны, которое позволяет нам двигаться дальше. Это поручение президента о 25% доле атомной генерации в энергобалансе, что позволяет нам развивать атомную энергетику в стране большими темпами, чем сейчас предусмотрено. И это государственная поддержка в рамках программы РТТН. Двигаясь дальше, мы должны реализовать преимущества атомной энергетики и нивелировать ее системные проблемы. Какие преимущества? Во-первых, у атомной энергетики практически отсутствует выбор сопрниковых газов. То есть мы сопоставимы с ветряной энергетикой. Из всех технологий зеленой генерации АЭС занимают наименьшую территорию и имеют наименьшее удельное потребление материалов. Проблемы атомной энергетики связаны в первую очередь со снижением доверия населения. Здесь показаны три тяжелые аварии, которые имели место в прошлом. И нерешенность вопроса с переработкой отработавшего топлива и его накоплением. Это большие капитальные вложения. И это конечность топливной базы. Первый федеральный проект как раз направлен на развитие технологий и частичное их воплощение по решению этих системных проблем. Мы параллельно, синергетически, в рамках развития двухкомпонентной энергетики развиваем технологию ВВР и технологию реакторов на быстрых нейтронах, формируя двухкомпонентную энергосистему с замкнутым ядерно-топленным циклом. Это как раз и позволит решить те самые системные проблемы, сократить объемы накопления отработавшего топлива, снизить объемы радиоактивных отходов при соблюдении режима нераспространения, фактически уйти от зависимости от уранового сырья и констатировать практическую неограниченность ресурсной базы, ну и, конечно, улучшить экономические показатели атомной энергетики не в ущерб ее безопасности и повысить ее экономическую приемлемость. В части развития технологии ВВР мы планируем двигаться по двум проектам. Первый проект – это ВВР со спектральным регулированием, реактор с регулированием спектра нейтронов, с охлаждением водой до критических параметров и повышением коэффициента воспроизводства до 0,7. И следующий эволюционный шаг – это ВВР-СКД, уже реактор с быстрым спектром нейтронов и коэффициентом воспроизводства порядка единицы. И ключевой успех с точки зрения экономики – это повышение КПД до 45%. Фактически здесь показаны результаты. Отказ отборного регулирования обеспечивает нам снижение капитальных затрат, отказ от цирконевых сплавов в активной зоне улучшает водородную безопасность, снижение расхода природного урана снимает зависимости от ресурсной базы и ограниченных недорогих ресурсов урана, и, конечно, повышение КПД. По технологиям реакторов на быстрых нейтронах мы развиваемся по двум направлениям. Это эволюция технологии с натриевым теплоносителем, успешно эксплуатируется 4-й энергоблок Белая ОСКС, наработка уже более 1200 суток, КИУМ почти 82%, то есть фактически средний по атомной энергетике. Мы в этом году ставим две полные перегрузки МОКС-топлива и в следующем году перейдем на полную уранплутоневую зону этого реактора. Дальнейшее движение – это фактически обеспечение конкурентоспособного проекта по КАПЕКСу и ЛСОИ. Коэффициент воспроизводства порядка 1,25 позволяет создать задел для ускоренного развития быстрой энергетики за счет наработки плутония, полное использование потенциала уранового сырья и сжигания минорных актинидов. Но, наверное, ключевым прорывным проектом является реактор со свинцовым теплоносителем, реализуемый в рамках проекта «Прорыв». Его ключевые особенности – это интегральная конструкция реакторной установки, которая позволяет исключить аварии с потерей теплоносителя. Это равновесное плотное топливо при бетаэффективном порядке 1, как показано на графике, гарантирует исключение реактивностных аварий. И выделение регенерированного урана и плутония для многократного рецикла и минорных актинидов для дожигания с оставлением для хранения и последующего захоронения только короткоживущей фракции ведет к тому, что мы можем избежать геологического захоронения высокоактивных отходов, что является принципиальным для развития атомной энергетики в большинстве стран мира, которые ее развивают и которые об этом задумываются. Ну и ключевая история – это отсутствие воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Здесь мы говорим в терминах радиационной эквивалентности и радиологической эквивалентности, которые в таком формате достигаются уже в горизонте 200-300 лет. Немаловажная история для позиционирования такого проекта, как экспортного, это возможность работы энергокомплекса с предпринимательным ядерно-топливным циклом. В этом формате полностью исключается транспортировка ядерных материалов, а за счет возможности спутникового контроля конфигурации зданий мы можем быть уверены, что технологии выделения плутония применены не будут. Вот так вот выглядит паспорт федерального проекта, утвержденной части. Общий объем бюджетного и небюджетного финансирования на ближайшие 4 года – это 64 миллиарда рублей. Это 67 контрольных точек, то есть ключевых событий, которые мы должны обеспечить при реализации этого проекта. Я не буду детально говорить про все работы, но могу сказать, вот на примере 2021 года из 16 миллиардов половина финансирования – это научно-исследовательские и конструкторские работы по совершенно различным направлениям. Это и технологии, это и расчетные коды, это и экспериментальная база, это и научно-техническая документация. И это не только работы по комплексу Брест и комплексу ОДЭК, это еще и работы по реакторам большой мощности БН-1200М и быстрый реактор со свинцовым теплоносителем мощностью 1200 МВт. По проекту ВВРС сейчас работа в этом году ведется за счет внебюджетного финансирования. По результатам 2024 года, с учетом необходимого бюджетного финансирования, мы должны сделать технический проект реакторной установки и проектные материалы по энергоблоку. Вот так вот выглядит дальнейшее внедрение наших проектов во временном графике для перехода к двухкомпонентной атомной энергетике – стадия НЕОКР, стадия сооружения и стадия серийного строительства. Если говорить о конкурентоспособности, мы сравниваем нас не с текущими показателями, мы проводим сравнение буквально с идеальным случаем. Мы сравниваем себя с оптимальной газовой станцией, с полным импортозамещением, то есть со сниженным капексом и с идеально достигнутым максимальным киумом в 7,6%. И мы видим, что при ставке дисконтирования 0 мы конкурентоспособны с огромным запасом, мы конкурентоспособны при ставке дисконтирования 5, при ставке дисконтирования 8%, поскольку при большом капексе мы очень чувствительны к этому параметру. Мы тоже остаемся конкурентоспособными, но с учетом введения платы за выбросы СО2, здесь посчитана минимальная плата по минимальной ставке для стран Европы. Ну и, собственно говоря, вот эта вот картина показывает наше развитие, надежные технологии ВВР, воспроизводство плутония, дожигание минорных актинида в быстрых реакторах. Это двухкомпонентная атомная энергетика, это слайд из нашей стратегии 2018. Здесь показана зона неопределенности, какие реакторы будут в этой зоне неопределенности ВВР, какие типы быстрых реакторов мы определим по результатам наших достижений по комплексной программе РТТН, но точно, совершенно это должно быть. И финальный слайд я хотел бы посвятить итогам в привязке к целям устойчивого развития ООН. Успешная реализация федеральной программы создает условия для перехода к безопасной и конкурентоспособной двухкомпонентной атомной энергетике, которая соответствует целям гарантированной безопасности, отсутствие ограничений по ресурсной базе и минимизации отходов, то есть решает все системные проблемы атомной энергетики, обеспечивает снижение выбросов углекислого газа и способствует увеличению доли атомной генерации в энергобалансе страны и закреплению технологического лидерства России в ядерных технологиях и открывает возможности для высокотехнологичного экспорта. Доклад закончен. Спасибо. Владислав Игоревич, огромное спасибо. И поскольку вы были очень лаконичны, у нас есть время для одного-двух вопросов. Пожалуйста, коллеги, если есть вопросы. Если вопросов нет... Можно сэкономить время другим. Нельзя отпускать без вопросов, Владислав Игоревич. У меня такой вопрос ненаучного характера. Владислав Игоревич, вы в курсе, что вы завтра в правительстве, у вас совещание по обсуждению судьбоносного решения? В курсе. Вы готовы к отстаиванию позиций в 25% в том числе аргументированного? Да. Ну вот. Так что от имени всей отрасли направляем вас завтра на бой. Исчерпывающий ответ. Спасибо, Владислав Игоревич. Продолжение следует...